Здравствуйте уважаемые друзья. За четыре дня до начала Олимпийских игр не такой расклад событий для себя ожидал Международный Олимпийский комитет. Вслед за лидером французской партии Флорианом Филиппо, шокированным от увиденного после посещения Олимпийской деревни, и приведя в пример Олимпиаду в Сочи, в Германии вышел разгромный материал посвященный соревнованиям в Париже, в котором немцы также затронули тему несправедливого отношения к российским спортсменам. Тем временем Мок и Томас Бах шокировали мировую общественность разрешением употреблять алкоголь в Олимпийской деревне, а также другими не менее а местами и более шокирующими дозволениями для спортсменов, проживающих на территории подконтрольной Олимпийскому комитету. В свою очередь двукратная олимпийская чемпионка из России поделилась своим видением сложившейся ситуации, а также рассказала, что для настоящих патриотов значит флаг и гимн родной страны. О том, каким образом немцы испортили настроение французам перед самым стартом Олимпиады, шокирующих разрешениях Томаса Баха и мнении легенды российского спорта о значении флага и гимна в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом, и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. До старта Олимпиады в Париже осталось меньше недели. К соревнованиям Франция готовилась 7 лет, попутно на регулярной основе предоставляя общественности поводы для скандалов, а при приближении праздника, как это зачастую и бывает, абсолютно все начало валиться из рук. Вот и очередная скандальная новость с Олимпийских полей не заставила себя долго ждать. Участники летних Олимпийских игр в Париже, находящиеся на территории Олимпийской деревни, смогут употреблять алкоголь. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на главу делегации команды Австралии Анну Мирс. По словам Мирс, в Париже помимо спортсменов будут находиться множество их друзей и родственников, желающих отметить успех своих атлетов. Алкоголь в деревне не запрещен, а вечеринки предпочтительнее проводить на свежем воздухе, приводит слова Мирс ТАСС. Тем временем в Германии вышел разгромный материал о проблемах и неудачах французской Олимпиады, а происходящее в Париже названо в статье «Позором Олимпиады». В обширном материале, насчитывающем несколько страниц, немцы упомянули и артистов, работающих над церемонией открытия, накануне соревнований объявивших о забастовке и об очищении города любви от нежелательных обитателей, без предоставления им альтернативного жилья, а также о злосчастной реке Сене. На очистку которой власти потратили уже более 2 миллиардов евро, и судя по отчетам независимых организаций, вложения себя не слишком оправдали. В общем происходящее названо в статье «Полным провалом и позором всех Олимпиад». При этом удивляют некоторые термины, например «палаточные городки для спортсменов». Допустим такие могут быть у бездомных, но палаточный городок наркоманов или нелегальных мигрантов – это немного за гранью. Во всем мире с обоими явлениями усиленно борются, а в Париже оказывается у них есть палаточные городки. Автор статьи не забыл упомянуть и про Россию, негодую почему спортсменов из Израиля Олимпийский комитет называет обычными спортсменами и не применяет к ним никаких санкций. А поехавших спортсменов из России приравнял к тем самым бездомным, которых выгоняют из своих домов во время проведения Олимпийских игр, при этом обвиняя МОК в тройных стандартах и потери самостоятельности в принятии решений внутри самого комитета. Тем временем легендарная российская спортсменка и двукратная Олимпийская чемпионка Софья Великая высказалась о том, что для нее значит выступление под российским флагом и гимном. Она также отметила, что российских спортсменов несправедливо лишили возможности выступать под своим национальным флагом и гимном. Я считаю такое отношение к спортсменам несправедливо. Потому что флаг и гимн это символы страны и народа за который ты выступаешь, страна где ты вырос и стал занимать определенные высокие места в спорте. Я уверена, что ситуация разрешится рано или поздно, всем спортсменам советую и желаю продолжать заниматься спортом, оттачивать свое мастерство и получать от спорта удовольствие. И быть готовыми выступать тогда, когда для нас будет открыт международный мир соревнований с нашим флагом и гимном. Согласны ли вы с мнением Софьи Великой, что вы думаете о скандальных разрешениях для обитателей Олимпийской деревни и что бы вы добавили к материалу немецких журналистов, критикующих Олимпиаду, поделитесь вашими мнениями в комментариях.